Всем привет, ребята! Меня зовут Маша, и вы попали на мой канал, а это значит, что вышел новый влог. Сразу отвечу на все вопросы. Меня зовут Маша, я учусь на втором курсе медицинского университета на факультете бедиатрии. Просто вы так часто их спрашиваете, что я теперь буду говорить их в начале видео. Что я вам хочу сказать? Неделька будет сложная, потому что мне нужно пересдать несколько итогов, также сдать несколько итогов. В общем, вы всё такое очень сильно любите, поэтому, ребята, желаю вам приятного просмотра. Ну а сегодня понедельник, и я побежала на физкультуру. Кстати, из прикольных новостей, знаете, что случилось впервые за несколько месяцев? Сейчас ноябрь, чтобы вы понимали. У нас начинается очная физиология. Наконец-то! Наконец-то просто! До этого она у нас была дистантом, я совершенно не усваивала информацию просто вообще никак. Поэтому сегодня у нас начинаются очные пары по физиологии. Наконец-то! Слава богу! Спасибо! Может быть, я хоть что-то начну понимать. И, в общем, сегодня в планах у меня это пара по физре. Правда, у нас на улице льёт дождь, а занимаемся мы на улице, и не знаю, что мы будем там делать. Вот, и потом у меня физиология. И всё, в принципе, на сегодня день захочется. Приятного вам просмотра, дорогие друзья! Ну, а я побежала собираться. Чё, ребята, как мы добираемся до физры просто? Здравствуйте! По каким-то акушерям. Я вообще не знаю, что я тут делаю. Наконец-то идёт Саша! Наконец-то! Наконец-то! Я не видела её неделю! Наконец-то! Наконец-то! Полным составом! Полным составом! Наконец-то! Сидим, кушаем, болтаем, и скоро я пойдёт на физиологию с девочками на своей пар, и потом мы всё пойдём в МАК после всех пар, потому что мы давно не видели здесь. Ну что, ребята, первый раз за семестр я пришла на очную физиологию. Наконец-то! Она началась в очном формате, потому что до этого на кафедре был ремонт, и она была в дистанции. Вот. Я не знаю, что сегодня будет. Я так, первый раз, поэтому у меня сегодня вводное занятие. Короче, ребята, полнейший треш у меня на физиологии. Мне не нравится ничего. А ещё у нас до сих пор идёт ремонт. Как вы слышите по звукам? Мне вообще не нравится физиология. Я вообще ничего не понимаю. Я как чувствовала, что это будет мой не самый любимый предмет, но преподаватель мне, в принципе, понравился. Хороший, объясняет очень много, очень понятно. Но мне всё равно не понятно. Но это уже мои проблемы. Преподаватель, на самом деле, хорошо объясняет. Вот. Что ещё вам рассказать? Скоро нужно будет сдавать три итога. Три итога за один раз. Знаете почему? Потому что у нас на дистанции не хотели принимать итоги. И теперь нужно сдавать их очно. Три сразу. Ну как? Не сразу. Ну, типа, вот ходишь, даёшь, даёшь. Сначала первый, потом второй, потом третий. Короче, жопа. Какая-то жопа. Подкралась незаметно. Причём так получается, что в моей группе, ну ещё никто вообще итоги никакие не сдавал. И у большинства групп так же. Я сейчас у девчонок своих спрашивала. У них так же. То есть очень, вообще никто практически никакие итоги не сдавал у меня и знакомых. И у всех по три итога висит. Это просто какая-то полнейшая жесть, если честно. Почему, блин, нельзя было на дистанции принять? Я не понимаю. Ну да ладно. Ну что, ребят, мы наконец-таки приехали кушать, сидеть, болтать и обсуждать всё, что было. Саша уже принесли еду, Саша, самое счастливое. Мы сидим пока что ждём. Ребята, у нас сегодня на БЖ противогаз. Я сейчас его протираю спиртом, а потом буду умереть. Ставьте лайк, если хотите, чтобы я его не ел. Я сейчас буду в противогазе. Сейчас проверю, Финси. Даша, ты бы домой противогаз ешь, зачем ты ешь? Говори что-нибудь. Ну тяжело тут разговаривать и мешать. Я после этих противогазов теперь просто умираю. У меня башка кружится, пипец. После БЖ я пришла в Латву-Бар. Сейчас буду на саму трекать и не ждать Саши. И повторять анатомию. Еду на анатомию. У меня сегодня начинается периферическая нервная система. Нам включили песенки какие-то. Ну вот в первом области их интервации, ребят. У нас сегодня началась периферическая нервная система. И совсем скоро начнется опороз. Ну что, ребята, я иду домой. Я спала сильно, на самом деле. Хотя сходила с его ноги парой. Но что-то все равно как-то. Погода такая ужасная. Мерзкая. Просто хочется спать, если честно. Ну что, ребят, сейчас мы будем рассказывать про наши направления волонтерского центра. Будем показывать ребятам презентацию вот в этом большом экранчике. Да и, в принципе, болтать, развлекаться. О взаимодействии с поликлиниками. Более 20. На горячей линии, когда во время ковида, когда они справлялись. Микрофон, как я отвечаю. Желаем Айца, а я без слова. Поздравляем Аси. Я желаю тебе конечного здоровья. Ты всегда ждала с тем, что тебе нравится. Урау. Конечно, чтобы тебя ждало доброе стало. Что, Елена, расскажи, как тебе третий курс. Сейчас быстро флеш-интервью берем. Ну, третий курс, в принципе, нормально. Какой самый любимый предмет на третий курсе? Сейчас буду обязательно в порядке. Фатфиз, наверное. А самый сложный? Ася, привет. Это не закончилось. Что, ребят, на сегодня все мои дела закончены. В университете, по крайней мере. Слава богу, что мы закончили пораньше. Потому что завтра у меня итог по биохимии. И я планирую к нему весь, тоже, все день готовиться. Поэтому сейчас срочно еду домой. Дома поем. И уже буду приступать к своим занятиям. Так, ну а сейчас просьба здесь остаться только студентам. Потому что у меня для вас есть маленький секретик. Ребят, я думаю, что ни для кого не секрет, что через пару месяцев у нас уже начинается сессия. Даже меньше. Я уже, если честно, прям на нервах. Потому что я уже начинаю переживать, что я что-то не успеваю, что я что-то не помню и что-то не знаю. Но поверьте, я учусь в медиа. И я знаю, что даже если вам кажется, что с этим справиться невозможно, что задание невыполнимое, это не так. И у меня для вас есть просто супер-классная новость. Совсем недавно мой знакомый посоветовал мне очень классный сервис Homework. Это именно тот сервис, который сделает все задания за тебя. В сервисе Homework можно заказать любую работу. Диплом, курсовую или же просто домашнее задание. Это супер, потому что можно делегировать всю рутину по учебе специалистов. А самому тем временем заняться чем-то более важным и более полезным. Например, готовиться к экзаменационным предметам. У меня в медиа, например, вообще 11 зачетных предметов было на первом курсе. Всего два из них были экзаменационных. У меня, как и в любом другом вузе, есть супер-важные предметы. Они же экзаменационные. Есть второстепенные, которые особо не нужны. То есть они просто зачетные. И, как правило, на такие предметы задают больше всего. Прикиньте, как здорово было бы заниматься только экзаменационными предметами, а всю вот эту второстепенную работу кому-то отдать. Ребят, работа с сервисом максимально простая. И она вообще не требует каких-либо усилий. Просто оставляешь заявку на сайте, и через какое-то время получаешь полностью готовое задание. Это надежный сервис, ведь они дают гарантию на свои услуги. Если вдруг они не справятся с обязательствами по договору, они просто вернут вам деньги. Так что риски минимальные. В общем, никогда не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Обязательно нажимайте на ссылочку в описании. А также используйте мой промокод для того, чтобы заказать первую работу с максимальной скидкой в целых 25%. И, конечно же, я рекомендую вам сделать заказ именно сейчас, потому что во время сессии цены будут 100% выше. Помните, хомворк нужен вам не только для того, чтобы выжить в сессию, но еще и преуспеть. Всем желаю удачи с подготовкой. Ну а я побежала готовиться к своим предметам. Ну что, ребята, всем привет. Сейчас часов 7 вечера примерно. Я села повторять биохимию. Надеюсь, завтра сдам, хотя очень сомневаюсь, потому что биохимию я ненавижу. Она меня тоже не любит. Мы с ней как-то не сошлись характерами. Собственно, сейчас пойду пить чай, повторять биохимию. Ну и все, на этом день закончится. Завтра у меня итоговая по витаминам и гормонам, поэтому сейчас буду активно это все повторять. Мне сказали, лучше сделать упор на гормоны, потому что витаминов там достаточно мало в билетах, но гормоны есть везде. А еще сейчас придется учить формулы гормонов. Зачем она мне надо? Вот зачем формулу-то? Ну формулу нафига? Да полночь. Вот такой вот файл на 58 страниц. Мне нужно завтра будет рассказать. Тут их очень много, очень много страниц непонятных, ребята. Я сдохну. Это всего лишь жизненный этап, который мы должны пережить. Называется он биохимию. Честно, я уже умираю. Я на третьем вопросе. В общем, это самые изичные вопросы, которые могут быть пока что. Но что-то как-то не идет. Ну ладно, не на третьем, а уже на четвертом. Я надеюсь, что мне попадутся первые три. Ну хотя так точно не будет. Ну, чтобы вы понимали, насколько все плохо. Витамин В1, он же тиамин, он же аневрин, он же антиневритный витамин. Собственно, относится к водоразваримым витаминам. Солнечная потребность 1-3 миллиграмма. Биологическая роль витамина В1. К сожалению, я это выучить не смогу. Ну, может быть, смогу, но не сейчас точно, потому что я нихрена не понимаю. Я уже прочитала это 15 раз. Я вам сейчас просто зачитаю, вы послушайте. В составе перуват и альфа-кетоглуторат дегидрогеназных комплексов ТПФ участвуют в окислительном декарбоксировании перувата и альфа-кетоглутората. В составе транс-кетолаза ТПФ участвуют в пентозофосфатном пути превращения углеводов. Что это? У меня глаза вот после этого вот так вот просто на лоб лезут. Я не знаю. Добумаюсь, пожалуйста. Господи. Всё. Можно не спрашивать у меня ничего. Ребята, это прокол года. Я не знаю, как это подробно назвать. Время 11 ночи. Я сидела, не знаю, часов с 7, наверное, вечера. Может быть, даже раньше я села за эти, за эту бельхиню. Я понимала, что я всё сегодня не выучу. Я хотела, в принципе, освоить только витамины. Собственно, витамины я сегодня все и разобрала. Вот. Я не трогала ни ферменты, ни гормоны. Потому что, в принципе, гормоны, я что-то по ним ещё помню. По ферментам, в принципе, тоже. Вот. Поэтому надеюсь, что завтра, я не знаю, может быть, случится чудо, мне повезёт. Либо буду ходить, пока не сдам на пересдачу. Потому что... Почему прокол года? Потому что, собственно, я думала, что там всего, типа, 50 вопросов. А там оказалось 50 вопросов только по витаминам. А также ещё 50 по гормонам и 50, ну, чуть меньше по ферментам. Собственно, ребята, 150 вопросов — это не 50. Я выучила 50, и на этом всё. Всё. Мои силы закончились. Я правда сегодня очень сильно устала. Сегодня был такой эмоциональный день. Поэтому мне уже нужно восстанавливаться, ложиться отдыхать. Мне ещё завтра к 8 утра в универ пиликать. Поэтому на сегодня точно всё. Я не хочу перегружать свой организм. Перегрузки никому нафиг не нужны. Пожалуйста, цените себя, цените своё здоровье. Как физическое, так и ментальное. Вот. Я пошла ложиться спать, потому что... Слушай, я уже умираю. Я просто честно вам скажу, очень сильно устала. Поэтому всем сладких снов. Увидимся завтра. Посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, она вообще мне просто скажет. Ну, я тебе разрешаю только фитамиды рассказать. Ладно, я понимаю, что такого не будет. Но надеемся на лучшее. Готовимся к худшему, как говорится. Ну что, ребята, всем доброе утро. Сегодня пятница. Где-то без 28, наверное. Я сейчас буду выезжать в универ. Пара начинается в 8. В принципе, я должна успеть доехать и не опоздать. У меня сейчас будет итог по биохимии. Что я вам хочу сказать? Ну, можете оценить мой уровень подлитовки сами. Я вчера полностью выучила витамины. Прочитала несколько раз гормоны. И посмотрела видео в ютубе про ферменты. В принципе, всё. Ну, честно вам скажу. Просто я думала, что там немного меньше вопросов. Там их оказалось очень много. Я не знаю, что мне сегодня попадётся. Конечно, я попробую дать итоговую. Я буду тянуть билет. Попробую ответить. В общем, что попадётся, то попадётся. Если попадётся какой-нибудь билет, то, собственно, сами понимаете. Вот. Но в другом случае мне очень понравилась эта тема. Я бы хотела её получше выучить. И я думаю, что на следующей неделе, в принципе, спокойно схожу на пересдачу. На выходных всё подучу и сдам спокойненько в следующую пятницу. Вот. Короче, дела посядут как-то так. Я ужасно хочу спать. У меня сегодня в планах это итог по биохимии. Затем у меня будет философия. И потом я еду на маникюрчик. В общем, всем хорошей пятницы. Побежала я в универ. Ну что, ребята, хотя бы раз за влог. Хотя бы раз, ну, в каждом влоге я в этой курточке появляюсь. В общем, иду я на итоговую. У меня здесь, кстати, радуга. Не знаю, может быть, это хороший знак. Посмотрите, сейчас вам покажу. Видите? Такая еле заметная. Но её видно. Надеюсь, это мне на удачу. Ну что, ребята, пришла на биохимию. Сейчас будем скоро начинать. Я, кстати, не опоздала. Вот. Сейчас скоро начнётся итоговая. Давайте прямо сейчас пожелать мне удачи, пожалуйста. Я сдала биохимию. Я в шоке просто, если честно. Но я красотка. Что я вам хочу сказать. Я сдала итог ОБХ. Вы представляете? С первого раза сама сдала витамины, гормоны и ферменты. Это вообще просто шок, если честно. Я до сих пор, блин, в шоке. Но я очень счастлива. Как получилось? Сейчас вам расскажу небольшую историю. У нас по биохимии, то есть если ты понимаешь, что ты не готов сегодня отвечать, ты можешь не отвечать и просто прийти на пересдачу, либо там прийти в течение недели сдать, и тебе как бы оценку не снизят. Вот. Но я решила, что я хочу сегодня всё-таки попробовать ответить. У нас многие отказались. Вот передо мной две девочки были, и я, получается, была третьей. И после меня никого не было. То есть вся остальная группа, она просто отказалась сдавать биохимию. Вот. И, получается, сегодня сдали мы втроём. То есть всех, кого спросили, все сдали. Это замечательно, это прекрасно. Я сразу просекла, что людей будет мало. Думаю, надо идти, вдруг мне помогут, вдруг повезёт. Собственно, так и получилось. Мне дают билет. И что получается? Мне дают билет. Я смотрю, я понимаю, что я, ну, на все вопросы хоть что-то смогу ответить, кроме одного. Собственно, я ответила на три вопроса. Собственно, мне поставили тройки. Ребята, я счастлива. Я просто счастлива, что это не нужно будет пересдавать. Вот. И я уже спокойно сижу, пью кофеёчек в латыбаре. Из вопросов, кому интересно, мне попался... Первый вопрос был витамин К, витамин Е. Нужно было всё про них рассказать. Второй вопрос я пропустила, потому что там была какая-то такая фигня, которую я даже не читала вчера. Хотя я читала все вопросы. Я не помню этого вопроса. Ну да ладно. Третьим вопросом у меня было, что такое гормоны. Нужно было рассказать про гормоны. Вот там механизм, принцип действия, вообще про классификацию гормонов. Короче, это я всё рассказала. Третий вопрос у меня был гормон кортизол. Вот. Ну, я там мало рассказала, на самом деле. И у меня дополнительно спросили адреналин и норадреналин. А передо мной как раз у девочки в билете этот вопрос был. Я рассказала всё, что отвечала эта девочка. Мне поставили тройку. Я счастливая, сижу, пью кофе, ребята. В общем, если у вас есть возможность, никогда не отказывайтесь. Всегда идите, пробуйте, сдавайте. Даже если боитесь, даже если ссыте. Вот. И опять же, я вам всегда это говорю, что старания окупаются. Если вы действительно делаете, если вы действительно стараетесь, то всё будет хорошо. И на итоговой, и на экзаменах. Вот по такому принципу я, собственно, и живу. Следующая пара у меня начинается в 11. Сейчас только 9 утра, поэтому я сказала, чтобы меня мама забрала. Мама привезла мне пирожочков из Патрика. Я взяла себе кофе, сейчас буду с мамой ездить по делам, кушать. И следующая пара у меня в 11. Поэтому как-то так. Знаете, что я вам хочу сказать, ребята? Я замёрзла в этой куртке, и мама сказала, что я тебя сейчас закину в галерею, ты пойди купи себе новую. Вот так вот. Потому что, ну, реально, очень холодно. У меня нормальной зимней куртки толком нет, только шума. Поэтому хочу купить какую-нибудь непромокаемую тёплую куртку, потому что мне сейчас очень холодно. Сейчас пойду искать себе куртку. Хочу белую и красивую. На сайте в одном магазине я уже себе что-то присмотрела. Сейчас не знаю, будет она в наличии или нет, надеюсь, да? Вот. И через час у меня уже философия начинается, поэтому мне нужно очень-очень быстро. Ну что, вот эта мне прям очень нравится. Наверное, сегодня я в ней уеду. Ну что, ребята, в принципе, как и думала, я выхожу с курткой. Сейчас, наверное, сразу же её надену, потому что очень холодно на улице. Вот это и абсолютная идея. Цель её – познать себя, раскрыть себя и познать себя как свободу. Философия. Вот. Но не сразу же абсолютно... Доброе утро субботы. У меня уже третья суббота подряд начинается в 8 утра, потому что в 9.30 мне нужно уже выехать. И в 10.00 мне начинается итог по 10.00. Точнее, пересдача итога, который я никак не могу, блин, сдать. Я думаю, что все помнят, как я сдавала прошлый итог. Если нет, то посмотрите в прошлом влоге. Я уже там просто ною, что я ненавижу эту гистологию. В общем, да. Что получается в этот раз? Я вчера ничего не снимала, потому что я пришла с универа и улеглась спать. Я улеглась спать, проспала где-то до 8 вечера. В 8 вечера я проснулась и начала делать гистологию. То есть я начала повторять дыхательную систему, которую в прошлый раз я не сдала, потому что мне не сказали, что она там будет, собственно. Вот. Сегодня я её повторила. Вроде что-то помню. Вроде всё хорошо. Вроде всё нормально. Всё смогу написать, надеюсь. И потом где-то я уснула в 11.00. И всё. И с концами уже хорошо я вчера выспалась, потому что за неделю я не выспалась вообще. Я не высыпалась каждый день. И вот вчера я отоспалась. Ну, попыталась отоспаться. По крайней мере, я спала, получается, с 3 до 8. С 8 потом до 23 посидела там, что-то поделала. И в 11 ночи я уснула и проснула сегодня в 8 утра. В принципе, нормально. Вот. Поэтому я повторила вчера гисту. Надеюсь, что сегодня всё будет хорошо. Я сейчас уже буду собираться, допиваю свой чай. И буду одеваться, и поеду на гистологию, в принципе. В прошлый раз были очереди. Перед тем, как идти сдавать итог, нужно было ещё очередь отстоять. Я стояла в очереди в прошлый раз 40 минут. Поэтому сегодня я поеду пораньше. Надеюсь, я приеду самая там первая. И в очереди никакой не будет. Вот просто надеюсь. В общем, ребята, как-то так. Пожелайте мне, пожалуйста, удачи. Я очень надеюсь, что я сдам эту гистологию, и она уже из моей жизни уйдёт. Выезжаю. Давайте, пожелайте прямо сейчас удачи. Зацените мой лук. Погнал на гисту. Кстати, ребят, знаете, вот даже рядом с универом столько людей, как будто бы сегодня понедельник или вторник. Ну, никак не суббота. Короче, я так понимаю, сейчас все активно ходят, закрываются свои долги. Вы просто не поверите. Я сдала гисту. Я сдала гисту. Наконец-то мне попался нормальный билет. Господи, в нём не было дыхательной системы. В нём была только кожа и пищеварительная трука. Просто. А всё, я списала вот так вот листы от четырех двух сторон. Думаю, что этого хватит для тройки. Собственно, можно радоваться. Сдала гисту, сдала гисту. Наконец-то, наконец-то эта хрень закончилась. Ну, я правда ещё итоговый тест во вторник. Но, в принципе, все итоговый закрыто, и я этому безумно рада. Ну что, ребята, я в том же месте сижу, жду маму после успешно сданного итога. Я очень счастлива, что эта кислология наконец-таки у меня сдана. Просто вы не представляете, насколько я счастлива. Сейчас буду пить кофеёк, жду, когда мама приедет. И потом мы поймем в ателье, потому что мне нужно подшить джинсы. Они в талии мне просто огромные. Вот такой вот у нас получился влог. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Потому что это было достаточно интересным и разнообразным. С вами была Маша. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы больше никогда не пропускать выходные новые видео. Ну, а на этом наш влог подходит к концу. Спасибо, что досмотрели его до конца. Обязательно подпишитесь на мой YouTube, чтобы больше никогда не пропускать моих новых видеороликов. Также можете поставить колокольчик. И также в описании будут все мои соцсети. Обязательно заходите и подписывайтесь на мой телеграммчик. Там я с вами 24 на 7. С вами была ваша Маша. И до скорых встреч в новых видеороликах. Пока-пока. С вами был Игорь Негода.